Верховенство закона За два последних года, с начала проведения реформ, две трети гражданских дел рассматриваются в порядке упрощенного производства. Применение медиации по гражданским делам выросло в 3,5 раза, по уголовным – 2,3 раза. Продолжается ежегодная тенденция снижения тюремного населения. Доступность, удобность и оперативность суда отмечены международным рейтингом «Доинг бизнес», где Казахстан улучшил позиции по качеству судопроизводства, временным затратам на рассмотрение дел и взысканию судебных издержек. Результаты социологических исследований показали, что три четверти всех потребителей судебных услуг удовлетворены качеством работы судов. Внедрено электронное производство. Судебный кабинет позволяет подать исковое заявление, не выходя из дома или офиса. Сегодня все залы судебного заседания оснащены аппаратурой, аудио- и видеофиксацией, что обеспечивает объективность процесса. С января запущен новый банк судебных актов. Сервис позволил упростить порядок поиска актов, вступивших в законную силу. В сентябре реализована единая система мониторинга «Ситуационный центр Верховного суда». Создан форум «Талдау» – площадка для дискуссий по вопросам обобщения судебной практики. Система «Тюрелек» объединила все сервисы и позволила создать стопроцентный электронный суд. 13 ноября 2014 года заключен меморандум о взаимном сотрудничестве между Департаментом по обеспечению деятельности судов при Верховном суде и Национальной палатой предпринимателей «Атамикен». Калифицированные эксперты «Атамикена» помогают решать проблемы бизнеса на центральном и региональном уровне. Для решения системных проблем при Национальной палате действует Институт бизнес-омбудсмена, в аппарат которого входят эксперты правовой поддержки всех областных палат. Резонансные вопросы «Атамикен» выносит на заседание Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, как на центральном, так и на областном уровне. С момента создания в «Атамикен» поступило свыше 21 тысяч обращений. Зачастую именно в судах палата и бизнесмены добиваются справедливости. По статистике, наибольшее количество жалоб поступает по вопросам земельных отношений, налогоблажения, государственных закупок. Порядка 20% всех обращений – это жалобы предпринимателей друг на друга. «Атамикен» не участвует в судах по таким конфликтам, однако не оставляет их без внимания, консультирует, организует рабочие встречи, переговорные площадки. Решать споры между казахстанскими и зарубежными компаниями в досудебном порядке можно, обратившись в арбитражный центр при «Атамикене». Поиском справедливого решения занимаются арбитры с высокой квалификацией и большим профессиональным опытом. С 1 июля при Министерстве финансов заработала апелляционная комиссия, в состав которой вошли представители «Атамикена». Бизнесмены получили право голоса в рассмотрении таких споров и, как следствие, возможность решать их, не доводя до судебного разбирательства. Для укрепления сотрудничества «Атамикен» и Верховный суд подписывают дорожную карту. Дорожная карта – это новый этап работы организации, направленный на защиту прав предпринимателей. Продолжение следует...